Девушки отдыхают 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 Исайя, где-то Исайя, где-то Исайя, так. Скажите мне, что это было? 42-44 главу можно открыть. Исайя. Да. Слово Божие, Евангелие возьмите. Слово Божие, веруй во Христа и будешь иметь жизнь вечную. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Живое Слово Живого Бога и Господа Иисуса Христа. Здесь. Исайя. Горько, далеко. Слово Божие. а вот делается железо топор и работает на ухоле до вот за железо так вот их выбрав дерево протягивает по нему линию да тоже вырубить что-то автор конечном орудии делает на нем очертания на дереве да потом отделывает его рисом то есть выпиливает выводит сюда вырисовывает из него образ человека красивого вида чтобы поставить его в доме то есть в угол там это на эту вот это не счастлива сделала выражение потом это несчастье произвел и стали поклоняться как богу да да есть такой он рубит тебя кедры берет сосну и дуб который выбирает между деревьями в лесу садить ясни ну это так и это служит человеку доприм и часть из этого употребляет на то чтобы ему было тепло и разводит огонь и печет плит из этого же делает бога все для меня этого достаточно вы знаете что в Иерусалимский храм где болеет апостолы петро 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 я в евангелии нигде этого не нашел вот именно в евангелии читая идея не апостол это жизнь церкви нет тут есть место вот христа нашли в храме когда он не льваски потерялся из земли когда он прогонял торгующий храм сказал дом мой мой дом то есть речется домом молитвы для всех народов об этом доме были изображения уже были изображения он же и знал это все потому что нечестивые люди вошли туда изображения то были на стене остались они там кто сказал полу божий говорит нет я не нашел у нас это 41-я глава отвергать дверей внутри храма так и снаружи все стене кругов внутри снаружи были резны изображения иконы сделаны были хирувимы и пальмы пальмы между звук хирувимовы были валы были это вот как заходим ну вот вот они вот вот на этих они вырезались хирувимы они написано что она стояла изображение что поклонялись и это чисто уже колоссом поклоняться это поклонению бог есть дух и поклоняюсь и боба поклоняются духе истинность евангельские учения евангельская правильно правильно а куда вы это денег и отрубить я думаю что изображение это не идолы идол это все писание говорит тем более новозаветное евангелие нам так и пишет что в духе поклоняться богу надо а не на рисунке а что было сказано левитам сделайте табличку напишите имя господа на табличке было написано имя господа это на то время и на тот час а мы живем новозаветное время по духу где сказано что на завете они по надо выкатить все изображения евангелие и этом стаж евангелие ну мы же прочитали часто что бог это запретил делать уничтожать вы читали про каиса и до этого небескозаветного а вы видите новом завете сказано активно как есть дух да все этим сказано поклоняться богу живым это другого просто я говорю про изображение которые запрещены словом босса этим словом сказано все что какой может быть изображение если бог живой бог живой да а чем святое изображение отвечает от святое от не святое вас как это понять я вам так понимаю святое изображение от идола можете отречь от этого святое я вообще не принимаю никакие изображения из-за этого мама на фотографии идол мама на фотографии я же не молюсь на находок которому человек стоит обогоняется Верите, что она не писала? Нет, Ленин, написал. Я 50 на 50 даю. Она на меня на глазах умирала. Она умирала. Вы допускаете то, что она спасла? Допускаю. Прыча богачей Лазаря, они же слышат, разговаривают друг друга. Можно же к ним обращаться? Обратили к духам праведников. Нет, нет, нет. К духам праведников. Что они так скажут? Приступили к духам праведников, к духам. Они умерли, а к духам приступили. Как приступили? В молитве, в молитве. Достигшим совершенства. Достигшим совершенства. Такое описание есть. Мы не будем там спорить. У нас как вот вопрос. Вы не спорите, спорите вы. Мы утверждаем истину. Как вы истину утверждаете? Где написано, что православное и все? Где? Вера евангельская должна быть, а не православная. А где в Евангелии, вы же сейчас говорили, в Евангелии написано, что Господь заповедовал священное изображение уничтожать. Я прочитал. Вы нагло лужокие это. Чего вы прочитали? Я прочитал, где уничтожалось это? Да не уничтожалось. Это идол. Да идолы уничтожались, а священные изображения сохранялись и прочитали. Вы можете отличить одно от другого. Да я сейчас только сказал. Вот я ходил вот в этот храм, потому что я на Летитинской живу. Ну, жил, сейчас мама у меня там. Ходил, свечки ставил. Там молился, я преступления делал. Бога-то живого мне никто не проповедовал. А Бог-то живой. А я когда покаялся, для меня откидывал, что такое православие, что такое... Ну, понятно, вы баптист, да? Ну, я в православии Бога нашел. Ну, слава Богу. Я прочитал так же и все это делать. Слава Богу. А вы не нашли, потому что, может быть, не захотелись. Ну, а как вы так убежать и не нашли? Ну, вы сами только что сказали, в православии Бога не нашли. Свечки ставил, преступления спрашивал. Не нашел Бога, там не проповедовал. Сейчас я не знаю. Но вы и ставший баптистом-то его не нашли. Вы потому что отвергаете иконы и отвергаете священство. Иконы – это идол. На священное изображение не может быть идол. Да не может быть оно священным изображением. Дерево, оно есть дерево. Железо, оно вот есть железо. Да мы ему не поклоняемся. Ну, что изображено? Не может такого быть. Написано, Бог есть дух, поклоняется ему этому. И не поклоняемся. А не на изображение. Мы изображением-то не кланяемся. Ну, почему? Ну, а не на изображение. Ну, почему их не может быть-то? Счастливо. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Подсветы приходят, да, но попозже. То есть вы в церковь приходите, когда у вас какие-то проблемы, вы богу их там высказываете, становится легче, становится легче. Но проблемы-то остаются. Знаете, любая проблема требует какого-то времени на решение. А кроме времени-то нужно какие-то действия делать. А какие? А какие нужно делать действия? А какие не нужно? А как узнаете? Кто вам скажет о церкви? В церкви? Да. В церкви это чтобы никто не скажет, но... Вам хотелось бы, чтобы в церкви... В церкви конкретно на поставленный твой вопрос никто не даст ответы. Это не было ни раньше, ни сейчас. В общем, ты получишь... Ты получишь ответ, ответ, да, вот на вопрос, либо еще решение. В конечном случае, когда будешь что-то стремиться, что-то делать, да, вот оно, может быть какие-то, да, что самой приходят, но это не все. Ответ приходит на молитве, что так или что-то стремиться, да, то есть молитесь, обращаете ответы. Ответ приходит не сразу. А вы Евангелие читали? Читаю я книги, есть немного. Читаю я книги, есть много. А кем для вас является ежедневным сортом? Для вас лично, да? Для меня? Да. Для отцом. Для отцом? Да. То есть вы его любите как отца? Да. А он... Ну, отец, понятно, то есть... Брат, можно? Да. Можно я? Да. Дело в том, что то, что мы сейчас вам дали Евангелие Святое, это русский стандартный перевод. Держи, брат. И в Святой Евангелии написано так, здесь, в группе пистики, конечно, написано, а там не полный, 4 евангелия, 4 евангелия, а полная Библия православная, 77 книг. Вот, и там написано, Римлянам 10, 17, что, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть откуда у человека вера вообще должна появиться? От слышания Слова Божьего. То есть кто же должен увидеть и услышать вот это Евангелие Святое, ушами. То есть ты шел, ты на меня в храм, помолиться, ты должен там услышать тропы о песте, о вечности, о Суде Божьем, что есть его заповеди святые, как их исполнять, как бы их не нарушить, потому что исполняющий волю Божью, тот только у наследия Царства Небесного. Господь говорит, если любите меня, соблюдите мою заповедь. Это, конечно же, надо соблюдать, да. То есть с одной стороны, как бы, вот как многие говорят, да, вот на что, там, допустим, веришь в Бога, это значит, ты должен там ходить в церковь. Я считаю, что это, как бы, это для себя. Если ты считаешь нужным, как бы, да, вот у нас, там, сходить в церковь, да, вот там, помолиться, либо все, тогда да. Если для тебя нет никакой необходимости, то есть, ну, ты считаешь, как бы, я верю в Бога, да, вот на что верю, есть вера, как бы все. Давайте я вам сейчас объясню. Вот, например, Господь Бог творит с неба и с земли, вы в него верите, да, Создателю? Да. Он говорит так, есть 10 основных заповедей. Слышали, наверное, 10? Может, вы их наедусь не знаете, но есть 10 заповедей. Вот, например, одна из них вам не нравится, одна из них заповедей при любодействии, вам не нравится. Вам охота смесить. А Господь запрещает. Вот скажет, зачем она мне нужна? Вот 9 я буду исполнять, а 10 отверну, потому что она мне не нравится. А Бог, Он говорит, все заповеди мои исполнять, а вот значение, понимаете, здесь точно так же, Бог восстановил. Нет, давайте я на ваш вопрос отвечу. Вы говорите, в церковь, вроде, вы считаете, что это необязательно ходить. А Господь, Иисус Христос так сказал, и создам церковь, но и врата ада ее не одолеете. То есть, Бог в том день Пятидесятницы, там, Деяние Второго Глата, на полностью всю эту бирту читает, там написано так, что оно образовало церковь, и туда всех спасаемых прилагал в церковь, написано, Деяние 247. То есть, Бог установил определенный порядок спасения. Но для того, чтобы спасти человеческую душу, для этого Сын Божий сошел с неба. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Средненародного, дабы всякий верующий в нем не погиб, но имел жизнь вечную. Понимаете, вот для чего. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а не верующий уже осужден, потому что у Него вера во имя Деродного, Сына Божия. Господь также говорит, есть путь и истинная жизнь. То есть, ни мусульмане, ни какие-то там другие, как говорится, религии, они не спасутся, потому что к Отцу Небесному путь только через Христа. А как ты о Христе знаешь? Господь говорит, исследуйте Писание, ибо выдумай через них иметь жизнь вечную, а не свидетельство мне. Ивангелие Атьянов, здесь почитайте, последний Ивангелие Атьянов, 5.39, он прямо там об этом говорит. То есть, для того, чтобы знать о Христе, знать Его Святой Запад, вы должны вникать в день и ночь вникать в Святой Запад. Но ночью непонятно, с ним. Потому что скуса больше, вы должны любить. Бабушка! Понимаете? Вот от этого человека появляется правильно, когда вы будете в Храм. Почему? Потому что есть Запад, 4-е, полный день, субботник. А то было у Иерейского народа. Я попросить, я вам объясню до конца после. А есть, например, запад, а у нас, у христиан, это воскресный день. И эта запад, она до сих пор остается западом. То есть, мы должны всегда, каждое воскресенье, он должен быть в Храме. Независимо, нравится мне, не нравится. Если у меня работа препятствует, я должен поставить, в первую очередь, исполнять западу Божию. Мне же работа. Вот я для себя так устаю. Потому что Бог, он не спрашивает, хочешь ты, не хочешь, ты должен исполнять. Иначе тебе грозит вечное мучение, вечное ад. Или вечное блаженство. То есть, в нашей свободе мы должны выбирать между добром и злом. Это наш Господь в этот страшный табд нам дал. Мы должны об этом понять. И об этом молитесь Господу Богу, Господь вам откроет. Господи, помоги своим словам. Вот как ребенок откроет к отцу, задает его вопросы. Ребенок, говорят, очень много в течение дня задает его. Вот даже мы должны к отцу Богу прибегать к молитве. Господи, я вот недопонимаю. Вот этот человек, вот сейчас мне что-то говорит с ним, ты мне помоги, открой мне это, признание этого всего. Понимаете? Желаем беседу, нужно быть. Желим Богом. Православная церковь, Святой Евангелие. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Православная церковь, Святой Евангелие. Святой Евангелие. Святой души бессмертной девятисти. Вы читаете заход в воздух? Читать я не читаю, потому что я плохо вижу. А так... А тут вам видно такой шлифовый? Ну, ну... Ну, еще вам это... Вам же надо тоже для церкви что-то... Нет, мы бесплатно раздаем. Господь говорит, даром дано, даром отдавайте. Да, да. Да, да. Почитаю, я всегда... Ну, что вы? Молитку надо посчитать. Молитку есть? Не знаю, вот так вот это... Вот с нами кто-нибудь делает. Не могу не поднять ничего. Господи, помоги мне... Вы не вправе куда-нибудь. И вот знаете, как... Многих приветств... Сила какая-то такая. Поверим, что вы будете сюда. Давайте, я вас беру. Я буду ждать. Жаброшки. Нам некогда, кстати, свечить. Ну, свечите. Здесь где-то. Здесь? Здесь? Я... А Митарфан есть у вас? Здесь? Такfil... Да-беда-беда-беда... 志sp datasets на UrbanFari. Давайте, ставьте. Продолжение следует...